20 ноября 1902 года в Самарском окружном суде слушалось дело по обвинению в убийстве крестьян Самарской губернии Ионы и Федора Пильщиковых. Убийство было совершено им в запальчивости и раздражении. Несколько часов судьи и присяжные заседатели разбирались в этом непростом деле, которое произошло на окраине Самары в местечке, известном самарцам под названием Малаканского сада. Забитые досками террасы И взор оконных стекол слеп В садах разломанные прекрасы Лишь погреб приоткрыт, как склеп. Говоря о чеховских или о горьковских дачниках начала века, мы чаще всего представляем себе неспешные разговоры за чаем на верандах. Дети солнца, дачные люди, дачные сны и дачные романы. А вот на дачах в Малаканском саду были совсем другие сны и другие истории. Это дело началось летом 1902 года, когда к братьям Пильщиковым, проживавшим на дачах в третьем Малаканском саду, зашла их знакомая. А вслед за ней туда же пришел и ее знакомый артиллерист Степан Бронщиков. Недолго думая, Пильщиковы дали Степке Бронщикову денег и послали его заводкой. А вот вслед за этим и произошли события, которые привели братьев на скамью подсудимых. На суде товарищ прокурора поддержал обвинение Пильщиковых в убийстве, совершенном ими в запальчивости и раздражении. Защитник же просил признать Пильщиковых виновными только в превышении мер самообороны. Выслушав того и другого, присяжные вынесли братьям обвинительный вердикт, признав их виновными в убийстве, совершенном в ходе драки. На основании этого суд приговорил иону, и Федора Пильщиковых к лишению некоторых прав и к отдаче их в арестантские отделения на три года каждого. Как случилось, что два брата, до сих пор незамеченные ни в чем дурном, могли убить человека, этого не могли объяснить ни они сами, ни те, кто их хорошо знал. Кто был в этом виноват, из кого спрашивать? Вероятно, виноват был прежде всего Малаканский сад и те нравы, которые царили в нем столетия назад. Прервем рассказ о братьях Пильщиковых и не к добру, заглянувшем к ним на огонек артиллеристе Степане Бронщикове и расскажем о другом происшествии, случившемся в первом Малаканском саду 11 июня 1902 года. Рано утром ночной сторож заметил двух подозрительных субъектов, которые ходили по дачам и что-то высматривали. Один из них в красной рубашке, увидев сторожа, убежал из сада в сторону Волги, а другой, одетый в пиджак и брюки, был задержан сторожем, но отпущен, так как сторож заметил спрятанный в его рукаве кинжал. Нет ничего удивительного в том, что по дачам в Малаканском саду шляются разные подозрительные субъекты, писали газеты, ведь в саду только один ночной сторож, которому никак не совладать с ночными громилами. Следовало бы госпожа Гордеевой, сдающей дачи в наем, принять меры для ограждения дачников от воров и нанять еще хотя бы одного ночного сторожа. Но пока госпожа Гордеева даже не думает дуть в ус, которого у нее, пожалуй, и не было, мы вернемся к братьям Пильщиковым, тем самым, которые еще совсем недавно пили вместе с артиллеристом Степкой. И вот у них-то и по усам текло, и в рот попало, что стало главной причиной того, что произошло дальше. Вернувшись со спиртным, артиллерист Бронщиков быстро нашел общий язык со своими новыми знакомыми. И, несмотря на уговоры, собравшийся уходить Никитиной, не пошел с ней, а остался у Пильщиковых. Но спустя совсем непродолжительное время выбежал из их дома и сказал Никитиной, что с него сняли часы, которые они собираются возвращать, и что он бежит в казарму, чтобы позвать на помощь товарищей. Услышав это, Никитина осталось ждать на площади. Перед садом. А Степка побежал к казармам, которые находились недалеко от Малаканских садов. А через несколько минут вернулся. Без товарищей, но зато с шашкой. Бронщиков решительно постучался в дом Пильщиковых, требуя возвращения ему его часов. Ответом на стук артиллериста была тишина. Братья-разбойники не хотели разговаривать с ним и не отпирали дверь. Но тогда Бронщиков с помощью шашки выломал окно и уже собрался было влезть в него, но не успел. На пороге дома появились оба брата с оглоблями в руках. Один из братьев Иона ударил Бронщикова оглоблей по голове. Тот рухнул наземь. Тогда братья подошли к нему, взяли у него из рук шашку, а самого Степку Бронщикова втащили в дом. За всем происходящим Никитина наблюдала, стоя за забором и боясь хоть малейшим движением выдать свое присутствие. По ее словам, она ожидала всего чего угодно. Но того, что произошло в этом доме, где еще минут 20 или 30 назад все четверо поднимали бокалы за здоровье друг друга, она даже не могла и предположить. 9 июля 1902 года молодой парень, работавший угольщиком, продал уголь дачникам, проживавшим в Первом Малаканском саду. Но в то время, как он нес этот уголь через сад, из бокалейной лавочки Тункина выбежал какой-то рыжий детина и со словами «Ах, ты доход у нас отбиваешь!» ударил угольщика по спине пятифунтовой гирей. Чуть-чуть пришедший от этого удара в себя, угольщик обратился к городовому, стоящему на посту околоземской больницы, с просьбой задержать напавшего на него молодца для составления протокола. Нет, отбивать доход у бокалейщиков никуда не годится. Иначе ведь могут не только гирей по спине, но и весами по голове ударить. Народ, который жил в Малаканском саду, церемониться не любил и не церемонился. А вот в чем здесь дело, в народе ли или в самом саде, этого мы не знаем. Но зато знаем, как развивались дальнейшие события в деле братьев Пильщиковых и их жертвы. Втащив Бронщикова в дом, братья начали свою кровавую расправу над ним. Один из братьев Федор сел на артиллериста сверху и стал наносить ему удары топором. Другой брат Иона бил Бронщикова по голове какой-то железякой, попавшейся ему под руку. Братья так увлеклись своим делом, что даже не заметили, как на пороге появились люди. Это были солдаты, пришедшие на крики Никитиной. Солдаты гуляли в солдатской слободе, недалеко от Малаканского сада. И, услышав женские крики, прибежали на помощь. Затем явился и патруль, посланный из казарм вслед за Бронщиковым. Но пришедшие нашли своего товарища уже в бесчувственном состоянии. Пильщиковы объяснили, что Степка Бронщиков прибежал к ним с шашкой и стал ломать двери и окна. Убивать его они не хотели, просто хотели отогнать. А часов его они и в глаза не видели. На что нам его часы, господа хорошие? Мы люди простые, никуда не спешим, никуда не опаздываем. А поссорились из-за чего? Так вот, из-за нее поссорились, из-за Никитиной. Приревновал, видишь ты, этот Степка, свою бабу к Федору. Дурак он, этот артиллерист. И баба его такая же, как и он, дура. 12 июля в 8 часов утра неподалеку от Малаканского сада на прачку, шедшую из города на даче, Напали четыре неизвестных грабителя, которые, нисколько не стесняясь дневного света, сволокли ее в овраг у Аннаевского пруда, где не только отобрали у нее вещи, но даже сняли с нее платья и башмаки, отпустив свою жертву в одной рубашке. Хорошо бы в видах устранения таких происшествий установить в дачной местности разъезды конной стражи. Снова и снова вызывали к властям газеты. И снова эти призывы оставались глазом вопиющего в пустыне. Ни на предварительном следствии, ни на суде так и не удалось выяснить, прибежал ли Степка Бронщиков к квартире братьев Пильщиковых один, или вместе с ним пришли его товарищи. Главная свидетельница по этому делу Никитина на предварительном следствии показала, что он был с товарищами, а на суде стала отрицать это и сказала, что один он был Степка, один, а товарищи его после пришли. Относительно часов Никитина тоже давала разноречивые показания. На предварительном следствии заявляла о том, что знала, своими глазами видела о том, как мальчик Ионы Пильщикова снял с ее знакомого Степки часы, а теперь на суде заявила о том, что услышала об этих часах только от самого Степки Бронщикова. Свидетели-солдаты первоначально заявляли о том, что прибежали в сад, услышав крики Никитиной, и сейчас же попробовали вступиться за артиллериста, а теперь сказали о том, что придя в сад, были встречены Пильщиковыми с топором в руках, и, испугавшись их угроз, ушли. Потом пришел патруль, который задержал одного из братьев Иону Пильщикова и увез в казарму убитого артиллериста. А второй брат Федор закрылся в квартире, откуда его пришлось вытаскивать подошедший к этому времени полиции. Осень 1902 года была теплой и солнечной. Самарские дачники продолжали пить чай на своих верандах в Малаканском саду и знать не знали о том, что топоры братьев Пильщиковых и шашка Степки Бронщикова такие ужасные и далекие, совсем скоро придут и ко многим из них тоже. Смотрю я в парке дач соседних Вот листья ветром взметены И трепетые старикоз последних Как смерть вещающие сны. С вами был Михаил Перепелкин.